Здравствуйте! Продолжаем наш курс кратких видео лекций по либеральным наукам. И всем тем, кто постоянно смотрит мои видеоролики, всем тем, кто изучает этот курс с самого начала, спасибо большое, что вы со мной. Всем тем, кто впервые попадает на мой канал и интересуется различными трактатами, различными произведениями философской мысли, научной мысли, литературными произведениями и хотел бы поучиться в этом курсе либеральных наук, добро пожаловать на мой видеоканал. Я рекомендую всем новичкам, которые впервые зашли ко мне начать просмотр моих видео лекций, самого первого моего видеоролика, найдите на моем канале. Послушайте, каким образом я описываю цели и задачи этого курса, какие требования я ставлю, чтобы вы изначально осознавали, что это большой труд, это не просто видео, это очень большой объем литературы, чтения и написания эссе. И я рекомендую также просматривать мои видео лекции последовательно, начиная с первой, потом вторая, потом третьей. Таким образом вы как бы будете двигаться по единой шкале времени вместе с нами и обогащаться всеми теми знаниями, которые оставило нам человечество в форме различных научных или литературных произведений. А сегодня мы рассмотрим произведение Джона Лока, знаменитого ученого, который многое внес в теорию познания. Именно он определил это понятие чистой доски, и именно он утверждал, что человек рождается без каких-то первоначальных знаний и получает их в процессе своего опыта, опознания, полученного чувственного восприятия. Но для нас Джон Лок более интересен своим другим произведениям. Два трактата о правлении. Рассмотрим, что Джон Лок писал о сущности государства, о сущности власти, о свободе. И мы будем рассматривать только те положения из его трактатов, которые для нас до сих пор актуальны. Он многое писал, давал большие доказательства о положении того, что власть происходит от Бога, от Адама. Мы этого касаться сильно не будем, потому что это как бы в течение веков потеряло свою актуальность. Мы больше будем касаться на тех вещах, тех вещей, которые актуальны до сих пор. Не зря Лока называют отцом либерализма, политического либерализма. И мы будем касаться этого и посмотрим, что же такое свобода, понятие свободы с точки зрения Лока. Вы помните предыдущие краткие видео лекции. Я еще раз хочу сказать, что мои видео лекции очень краткие, буквально тезисные. И возможно, что-то я упускаю. И возможно, в моих лекциях отсутствует то, что является естественным состоянием научной работы. Это научная дискуссия. Мои лекции очень монологичные. И диалога никакого не ведется, хотя иногда и пытаются задавать вопросы, отвечать на них. Вы помните, что прежде мы рассматривали по произведениям Макеавелли государь, в которых он уже коснулся сущности государя, качества, которые необходимы государю и сущности власти. Мы рассматривали Декарта с его научным методом, Мольера с мизантропом и его пониманием общественного и частного, коллективного и индивидуального. Лог как бы продолжает эту линию исследования человеческого бытия в эпоху, именно когда он писал 17 века. Лог написал свое произведение на 20 лет позже, Мольера мизантроп, вернее на 23 года позже. И было бы очень интересно с научной точки зрения рассмотреть оба произведения, мизантроп и два трактата о правлении Лога, и как бы найти какие-то общие параллели. Я думаю, там можно отыскать какие-то вещи, которые в принципе поддерживают одну и ту же мысль общественного бытия, общественного создания, общественного блага. Но мы остановимся на Логе сегодня. И опять же, я хочу сказать, что мы не будем рассматривать многие частные его доказательства и аргументы, особенно что касается Верхового Завета. Немножко, может быть, только их коснемся. Мы будем касаться тех аспектов, тех вещей, которые актуальны нам сегодня, сейчас. Это разница между авторитарным стилем правления и демократическим стилем правления. И мы посмотрим, какие аргументы Лог предоставляет. В защиту демократического формы правления, свободы, как он защищает свободу, какие аргументы он для этого предоставляет. И будем рассматривать то, что для нас сейчас актуально, с точки зрения сущности власти. И первый момент, который я хотел бы здесь затронуть, который до сих пор является частью общественной дискуссии, возникает довольно часто в обществе. Это положение о том, что человек не обладает правом изначально, естественным, природным правом быть свободным. Кажется, почему? А что такое? Аргумент в защиту этого положения является то, что человек никогда не является абсолютно свободным. Как это можно понимать? Когда человек рождается, он абсолютно маленький, он не свободен, потому что он зависит от своих родителей, от взрослых. Они его питают, они его воспитывают, они его согревают, они его одевают. То есть родители обладают абсолютным правом осуществлять свою власть по отношению к ребенку, а ребенок должен подчиняться этой власти. Это естественно. Ребенок растет, превращается, допустим, из малыша в ребенка средних лет. Он ходит в школу, он обязан ходить в школу. Это его обязанность, обязанность родителей отправлять ребенка в школу. Когда ребенок дальше растет, превращается в юношу, из юноши превращается в мужчину, в мужа. Он все время зависит от общества. Общество навязывает ему необходимость работы, необходимость получения денег, необходимость питания и обеспечения своей семьи. И даже в старости, когда человек уже теряет свои силы, он тоже зависит от общества. Он получает пенсию, он зависит от своих родственников. В конце жизни довольно часто общество обеспечивает его. То есть как бы если рассмотреть всю эту шкалу развития человека, по времени, естественно, возникает такая мысль, что человек не свободен изначально. Он всегда зависит от других, он всегда зависит от обстоятельств, от природы. Как же Локк опровергает эту мысль в своей работе? Он очень интересно поступает, и он поступает как стоящий философ. И тот аргумент, который он приводит, мы этот аргумент с вами уже рассуждали, обсуждали раньше много раз. Он приводит аргумент свободы воли. Он говорит, что да, пока человек не развит, пока человек маленький, пока человек ребенок, он не обладает полнотой свободы своей воли. Он зависит от воли другого человека, других людей. Допустим, от воли отца. Локк так спрашивает, почему именно отца, а не матери? Но остановимся на отце, как осуществитель, осуществляющий власть над ребенком. У отца полность. Свобода воли в абсолютной своей полноте. У ребенка ее нет. Поэтому ребенок зависит от отца. Но дальше Локк проводит такую мысль. Когда ребенок вырастает и превращается в взрослого человека, у ребенка образуется своя свобода воли. И ребенок, вот это очень важно, у ребенка больше нет обязанности подчиняться отцу. Что у ребенка остается по отношению к отцу, по отношению к родителям? И это чувство долга. Еще раз. Чувство обязанности подчинения исчезает, но остается чувство долга перед родителями. Это очень важная мысль. Локк ее подчеркивает в своих произведениях. И мы запомним ее. Мы вернемся к этому немножко позже, когда мы снова говорим о долге. Мы коснемся из многих аргументов, которые Локк предъявляет с точки зрения Библии. Мы коснемся только одного аргумента, потому что мы проходили это раньше. Помните, когда мы с вами обсуждали Ветхий Завет, мы говорили, что Бог создал человека по образу своему и подобию. Вы можете пересмотреть еще раз эту мою видео-лекцию по Ветхому Завету. Мы обсуждали, что такое образ, что такое подобие Бога. И мы помните, что тогда мы уже сказали, что все в свободе воли. Локк дальше развивает эту мысль и говорит, да, с точки зрения Ветхого Завета, Бог наделяет человека властью. Человек властвует над раем, над миром, он властвует над всеми животными, и даже Бог дает ему такое право. Но дальше Локк говорит, что Адам подчиняется воле Бога, но проявляет свою волю по отношению к животным, к растениям, по отношению к неразумным существам, к существам, не обладающим свободой воли. Именно поэтому он обладает этим правом властвования над ними. И потом вы помните, по Ветхому Завету, и Локк тоже об этом напоминает много раз, Бог изгоняет человека, Адама и Еву из рая, и он как бы лишает взаимосвязи, он оставляет лазейку в виде синергии. Вы помните, мы говорили про синергию, когда мы обсуждали Ветхий Завет и Новый Завет. И, кстати, первая фреска Микеланджело как раз и описывает, как раз и показывает эту синергию, стремление человека к Богу и Бога к человеку. И это стремление всегда является обоюдно направленным. Как только человек стремится к Богу, Бог начинает стремиться к человеку. Вот. Эта лазейка осталась, но в то же время Бог, изгнав человека из рая, как бы дает ему право обладания собственной свободой воли. Он же создан по образу и подобию Бога. Получается, человек в совокупности своей, как человек, не просто Адам, не просто Ева, а вообще человек обладает правом властителя. Окей? Вот это очень интересная мысль. Мы к ней немножко позже еще раз вернемся. Но Лог это подчеркивает в своем произведении, в первой части. Хорошо. Значит, мы тогда уже, мы начинаем говорить уже о власти. И Лог спрашивает себя, и отвечает на свой вопрос, а на чем же зиждется эта власть? Что такое власть? И какова сущность этой власти? И он начинает обсуждать, он начинает вспоминать и историю Адама, и дальше он переходит к Ною. Вообще, первый трактат, их всего два этих трактата. Первый трактат, он, конечно, более такой, как бы скучный, он весь вот связан на этих библейских понятиях, и эти аргументы, возможно, уже как бы изжили себя, и сейчас не актуальны, но там Лог показывает очень важную мысль. Эта мысль до сих пор является квинтестенцией демократического, квинтестенцией современного общества. Без нее мы не можем понять сущность государства. Первый ее осознал Лог. Лог сказал, что власть, она всегда связана с собственностью. Собственность бывает разная. Допустим, материальная собственность. Как только возникает собственность, возникает необходимость власти. Это очень важно. Кроме того, собственность бывает не только материальная, она, например, бывает интеллектуальное, знание. Те, кто обладают знаниями, обладают властью по отношению к тем, кто не обладает знаниями. Видите, мы начинаем разбираться как бы в сущности власти. Третья собственность может быть сакральная собственность с отношением. Помните, мы проходили это, когда обсуждали божественную власть. И вот эти три основных сущности Лог как бы нам напоминает. И как видите, они связаны с собственностью. Хорошо. Значит, Лог дает нам понять, что власть связана с собственностью. Но есть что-то же еще, какие-то еще факторы, которые влияют на власть, которые дают кому-то право владеть или распоряжаться другими людьми. Лог выминает еще два вида. Он говорит, что допустим, мужчина главенствует над женщиной. Хотя оба они равны по сути своей. Оба как бы они созданы одним творцом. Естественно, состояние быть свободным и того, и другого, и Адам, и Ема. Но все равно, как бы, мужчина подчиняет себе женщину. И это является частью традиции народа. Вот это второй фактор. Традиция. Она позволяет одному править, властвовать над другими. Какой же еще третий фактор Лог предлагает? Он говорит, что если мы вспомним детей, детей родители воспитывают, питают, одевают, согревают. Есть определенная необходимость ребенка подчиняться родителям. Он просто не выживет. Вот эти три основных фактора, три основных сущности власти Лог и указывает. Собственность, традиция и необходимость. И тут, возможно, вы меня прервете в первый раз и скажете, ну хорошо, мы это понимаем. Если у человека есть собственность, он нуждается во власти. В определенном смысле также традиции, он подчиняется традициям, если у него есть необходимость. А если всех этих факторов нету, так как тогда происходит власть? Как тогда, в чем тогда сущность власти? И вот Лог дает одну очень важную вещь, одну из самых важных вещей в его этих двух трактатах о правлении. Он говорит, что властитель может оправдать свою власть над народом, над обществом только на основании одного фактора. Все другие факторы, все другие доказательства его власти, они просто не работают. Какой же это, какая же это сущность, какой же это фактор? И это фактор согласия. Еще раз, у властителя нет другого доказательства его права властвовать над другими, как только право, данное ему обществом. Если общество согласно, это доказательство для него, что он правит. Если общество не согласно, правитель не может предъявить других доказательств. Это очень важная вещь, она существует до сих пор в обществе. А по какому праву ты правишь, всегда могут спросить кого-то, по какому праву ты уже много лет, десятилетия находишься у власти. Что ответит правитель на это? Есть ли согласие в обществе или нет? Вот подумайте насчет этого, очень важный момент. И тут же опять вы меня прервете и скажете окей, хорошо, мы поняли, согласие. То есть получается, если общество согласно, кто-то над ними правит. А если не согласно, он не правит. Я отвечу теоретически да. Тогда вы скажете хорошо, но ведь общество может согласиться, когда над ними правит один, потом оно может не согласиться, выбрать другого, тем самым получается каждый в обществе может быть правителем. Я вам скажу, что это абсолютно та мысль, которую высказал Локк. У каждого человека есть право быть властителем. Вот это очень важная вещь. Это тоже нужно нам понимать, что человек изначально обладает естественным природным правом, прям с рождения природным правом быть властителем. Но тогда вы меня опять перебьете и скажете, ну да, но ведь такого же в мире не существует. Есть множество стран до сих пор, где тоталитарные, авторитарные, диктаторские формы правления. Я отвечу, да, действительно, оно так существует в природе. Потому что правитель обладает двумя способами. Есть два способа подчинения власти. Это насилие или вопрос совести подчинения, согласия с подчинением. То есть получается здесь у каждого правителя существует определенный баланс, куда сместятся весы, осуществлять ли насилие над обществом, для того, чтобы общество подчинялось, или заставить людей подчиняться по собственной воле. воле. То есть, каким образом это можно сделать? Естественно, больше можно заставить людей подчиняться власти по собственной воле, если ты осуществляешь по отношению к людям какое-то добро. то есть, Лог выводит такое понятие, что власть, политическая власть, она сама по себе является деятельностью во благо общества. Именно тогда общество выражает свое согласие на определенного правителя. Вот эти такие функциональные вещи, они как бы такие основополагающие вещи по сущности государства. Их всегда нужно иметь в уме, когда начинается рассуждение о власти. Значит, власть является для осуществляется для благосостояния во имя общего блага. Хорошо, а что же такое общее благо? И вот Лог объясняет сущность государства таким образом. Государство существует для защиты. Ну, хорошо, а для защиты чего оно существует? Каких именно вещей существует государство? Для защиты каких именно вещей? И Лог выделяет три основных положения. Первое, что защищает государство, это собственность. Это самое главное. Лог с этого начинает. И поверьте мне, позже мы будем возвращаться к этому снова и снова. И рано или поздно мы будем с вами говорить о том, что основной фундамент, на котором зиждется демократическое государство, демократическое общество, это защита неприкосновенности, отчисление неприкосновенности собственности. Собственность это очень важно. Что же еще защищает государство? Поверьте мне, то, о чем мы обсуждали, то, о чем мы говорили много, много, много раз, это справедливость. Государство существует для защиты справедливости в обществе, через законы, через правопорядок, множество факторов, множество как бы векторов, но это защита справедливость. И третье, что в принципе вполне логично, государство защищает народ, общество от внешнего врага. Вот в чем сущность государства по локу. Если кто-нибудь вас спросит, а в вашей стране есть государство? Иногда в русском языке вообще люди путают понятие государства. Допустим, могут сказать, Россия самое большое государство в мире. Это не имеет смысла. Государство, оно не определяется площадью или размером. Государство определяется функцией, сущностью своей. И вот если кто-то вас спросит, а у вас в стране есть государство? Посмотрите на эту схему и скажите сами себе, ваше государство защищает вашу собственность? Ваше государство гарантирует вам справедливость? Ваше государство защищает вас от внешнего врага? Если вы три раза скажете да, у вас в стране есть государство. Если вы хотя бы раз в этих трех понятиях скажете нет, у вас в стране нет государства. А кто у вас в стране? У вас в стране правит банда, которая взяла власть в свои руки и осуществляет эту власть через насилие. Видите, как все просто? И это нам впервые дал Лок. Поэтому Лок и считает основоположником либерализма. Он первый определил понятие свободного государства, на чем оно зиждено. Если мы уже говорим о свободе, очень важные моменты, которые Лок показывает в своем произведении, это момент рабства и свободы. Лок говорит, что рабство, оно противоестественное. Это неестественное состояние человека. Но у него есть более важная мысль. Он говорит, что как только властитель осуществляет, то есть, кого-то запрабощает, превращает в раба, вот это очень важно. Между правителем и рабом всегда существует война. Вот это важно. Если правитель порабощает свой народ, он становится на войну со своим народом. И война будет продолжаться до тех пор, пока человек порабощен. «Состояние свободы», «Состояние свободы», Лок говорит, наоборот, «Состояние свободы» отрицает войну между обществом и правителем. А что же оно тогда подразумевает? Она подразумевает сотрудничество. Сотрудничество ради чего? Ради общего блага. «Состояние свободы», Лок говорит, «не является состоянием своеволия». Это не значит, что ты должен делать все, что угодно. Это значит, что ты должен действовать на общее благо своего общества. То есть, нельзя причинять вред другим. И тут, парадоксально, Лок говорит то, что через него, через сто лет Кант напишет в своих произведениях. Лок практически дословно повторяет положение Канта, что мы воспринимаем человека не как средство, а как цель. Императив Канта впервые был высказанным практически словом Локом. Вот изучите эти трактаты, вы увидите, вы найдете это положение. Что было просто интересно. Лок дальше говорит, что только свободный человек обладает возможностью развития, возможностью действия. Здесь я немножко, конечно, начинаю интерпретировать Исаио Берлином, мы позже придем к его произведениям, но это, в принципе, сказано уже у Лока. Человек движется, он обладает движением и движется к осуществлению своим цели, это его естественное состояние. И вот дальше Лок говорит очень парадоксальную мысль. Он говорит, что естественное состояние человека, абсолютно нормальное, абсолютно природное человека, это стремление к власти. Тут вы, возможно, сразу согласитесь, скажете, да, человек хочет власть, он стремится к ней, но Лок говорит, нет, 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 не просто к власти над другими людьми, а к власти во имя блага всего общества. Помните Аристотель его этику, мы про это уже когда-то давным-давно у Аристотеля проходили, что человек существо, животное политическое, видите, Лок это повторяет в принципе, человек стремится к власти, и причем тут же мы понимаем, что если человек стремится к власти, получается все стремятся к власти, все стремятся к власти, и только вот это стремление к власти, только обладание правом не покоряться несправедливой воле другого, оно объединяет людей для построения единого общества, общества блага. И тут вы меня прервете и скажете, ну подожди, подожди, это же сплошное противоречие. Если человек стремится к власти, если каждый стремится к власти, они наоборот разобщаются. Что же ты такое говоришь-то про общее общество-то? Люди будут разбросаны все, каждый будет стремиться обладать властью. И я вам отвечу, нет, нет, нет. Вот тут Лок выражает самые важные мысли своих двух трактатов. Это самая его важная мысль. Лок говорит, что человек, совокупность людей в обществе, только тогда добиваются справедливого и полноценного развитого общества, добавляются общественного блага, когда они являются гражданами своего общества, и когда они, внимание, это очень важно, когда они как граждане своего общества делегируют свою власть, свое право обладания власти к совокупному обществу, каким-то институтам. Вот это является, это первый Лок назвал, вот это и есть гражданское общество. Гражданское общество делегирует свою власть. И тут вы опять меня прервете и скажете, ну да, это понятно, это в принципе везде так и существует. То есть возьмите, допустим, даже авторитарные государства, ни у кого власти нет, у одного правителя власть. Понятно, что они делегируют. Я отвечу, не, 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 Еще раз, гражданское общество только тогда может называться гражданским обществом, когда каждый гражданин это общество сам по своей воле делегирует свое право власти для общественного блага. Он не делегирует свое право власти к какому-то там царьку или какому-то там президенту. Он делегирует для общественного блага. То есть, мы не говорим сейчас о президенте, мы не говорим сейчас о премьер-министре. Мы говорим о функциях общества, гражданское общество делегирует свою власть. Для чего? Для трех функций, которые мы выяснили ранее. Для защиты собственности, для защиты справедливости, для защиты от внешнего врага. Вот это тот самый фактор. Если какой-то чиновник начинает обогащаться, встроит себе дворцы и жить роскошно за счет общества, общество всегда может спросить его, Эй, дорогой, мы тебе дали свою власть не для этого. Мы-то тебе дали свою власть для того, чтобы ты защищал нашу собственность, справедливость в стране и от внешнего врага. Вот твои функции. А не для того, чтобы ты обогащался и строил дворцы. И таким образом вы можете всегда оценить настоящего политика. Помните, я вам еще раньше говорил, если вам кто-то скажет, политика грязное дело, посмотрите ему в лицо, потому что это глупость. Что такое политическая деятельность? Что такая политическая власть? Политическая власть это деятельность во имя благо общества для защиты, еще раз, собственности, справедливости и от внешнего врага. Вот это как раз и является основой либерализма, государственного либерального государства. Это очень четко, важно сформулировал Лог в своих трактатах о правлении. Хорошо, какие же мы итоги подведем из двух трактатов о правлении? Что я, как бы, нашел? Вы, конечно, естественно, можете найти что-то еще, это абсолютно нормально. Возможно, вы найдете какие-то противоречия в моем объяснении сейчас, таком коротком и сумбурном. Но все равно, я думаю, она каким-то образом вам поможет проанализировать эти произведения, эти два трактата о правлении. Значит, какие итоги я нашел? Свобода человека естественна, природна. Про это писал Лог, и теперь мы понимаем, почему. Право правителя на трон определяется согласием общества и только согласием общества. Другого доказательства у правителя не существует. Никакие помазанники божии, никакие боги, ничего. Лог все это отвергает и говорит, вот только это. Власть есть сущность собственника. Всегда, когда вы начинаете говорить про власть, где-то там есть собственность. Без собственности власть никому не нужна. Необходимость во власти возникает только с возникновением собственности. Политическая власть – это деятельность во имя общественного блага. Еще раз, политика – это деятельность во имя общественного блага. Когда кто-то вам говорит, политика – это грязное дело, во-первых, это путаница между политикой и процессом выборов. Это все ерунда. Политическая власть – это деятельность во имя общественного блага. Вот как это нужно перерывать этим термином. Что такое свобода? Свобода – это отсутствие воли другого над тобой. У Лока это проходит, когда мы говорили о свободе воли, когда будете читать, как бы попробуйте, пытайтесь вникнуть. Позже мы будем приходить опять же к свободе воли и к общественному договору, когда будем рассматривать Руссо. Рабство – это постоянное состояние войны. Очень важная мысль. Как только происходит порабощение, поработитель вступает в войну против того, кого он поработил. Эта война постоянная. Она никогда не кончается. Она кончается только с окончанием порабощения. Государство – это гражданское общество, делегирующая власть. Это только одно маленькое определение. Государство, естественно, это больше, но это основная суть, что такое государство. Вы же знаете, вы помните, что я всегда рекомендую вам писать короткие сочинения, вести читательский дневник. Я нашел два очень коротких темы. Они сами по себе короткие, но вы можете написать довольно много по ним. Первая тема немножко, может быть, вас удивит – ребенок и свобода. Я хочу, чтобы вы немножко подумали на эту тему. Когда у ребенка возникает, начинается расширение свободы, когда он меньше подчиняется власти родителей. Для чего я прошу вам это сделать? Подумать поэтому. Потому что позже, гораздо позже мы будем проходить, мы будем обсуждать сущность образования. И мы будем много раз этого касаться. Мы будем обсуждать сущность теории познания, философии образования. Мы будем смотреть Новогодского, Бахтина, Дьюри и других педагогов. И будем смотреть, что же такое вообще образование, субпедагогика, андрогогика, вот это все. И мы там будем касаться и теории свободы воли. Поэтому интересно, если вы к этому будете немножко подготовлены. И вторая тема – в чем моя власть? Каким образом осуществляется ваша власть? Над кем ваша власть? И что самое важное – легитимна ли она? Оправдана ли она? Почему вы ее осуществляете? Для каких целей? Подумайте немножко об этом. Если хотите, можете написать, конечно, это даже лучше, намного лучше, если вы напишите что-то и включите туда какие-то положения и злог. Это часть концептуальной работы, это часть этого курса. А наша следующая книга, наше следующее произведение, которое мы будем рассматривать – это Дэвид Юм «Исследование о принципах морали». Снова мы придем к обсуждению морали, что такое мораль, что такое нравственность. Естественно, вспомним Аристотеля с его этикой. Очень интересная книга, и мы ее обсудим в нашем следующем видеоролике. А пока спасибо большое за внимание и до свидания.